Я здесь родилась, у меня внуки здесь родились. Мои родственники сюда приехали, предки, сто лет назад. Реально, сто лет, почти сто лет назад. Поэтому я считаю, меня здесь все касается. Но даже чувствуя себя полноценными хозяевами своей земли, местные жители недоумевают, каким образом часть территории общего пользования вдруг перешла в частные руки. Елена Блинова, так же, как и Татьяна Каткова, прожила здесь всю свою жизнь. Помнит сама и по рассказам родителей историю этого уголка Расторгуева. После войны эта улица была проезжая, здесь была конюшня, здесь двигались повозки с запряженными лошадьми, машины ходили. При строительстве переезда эта улица стала окончательно пешеходной, и это наш единственный выход. Мы два года добивались ремонта этой улицы, и на сегодня в администрации есть постановление о выделении 1,6 млн на ремонт конкретной улицы, которой мы пользуемся. Многие жители, когда строили наше видное, первостроители города, они вернулись после войны и сажали эти деревья, могу говорить, а их сейчас спилили. Адвокат Ксения Пахомикова представляет интересы местного жителя, инвалида второй группы Ивана Александровича Данилова. На сегодняшний день мы столкнулись с тем, такие подобные объекты, с тем, что массово эти участки были поставлены на кадастровый учет, и на сегодняшний день мы столкнулись с тем, что вот эта улица, она занята. Мой доверитель имеет активную гражданскую позицию, он переписку ввел с 2016 года по поводу благоустройства этой территории. В этом году ответили, что 1,6 млн около того выделены на благоустройство этой зоны. Но в марте месяце здесь появился гражданин, который начал здесь активно все это, в общем-то, осваивать, и, несмотря на определение суда, говорить о том, что они его не касаются. На одну из последних встреч жители пригласили представителя администрации муниципалитета Андрея Гузова. Он подтвердил, что земли общего пользования не могут передаваться в частную собственность. Мы, земельное управление, не принимали решение о предоставлении данного участка. Когда стали разбираться, выяснилось, что границы установлены на основании решения суда. По словам Андрея Гузова, администрация подала иск в суд на исключение из Росреестра границ данного земельного участка, предоставив основание, что границы установлены неправомерно. Чиновник считает, что есть все шансы отстоять территорию. Во-первых, береговая полоса, это 5-метровая зона от ручья, она не может находиться в частной собственности. Она предназначена для прохода неограниченного круга лиц. Администрация никогда бы такой земельный участок не сформировала бы и не выставила бы на продажу. По инициативе Ивана Данилова местные жители решили присвоить этой пешеходной дорожке статус аллеи памяти. Каждый готов сам выйти и поучаствовать в благоустройстве. Но пока перед ними стоит первоочередная задача – вернуть в муниципальную собственность участок земли, захваченный незаконным путем. Это необходимо, важно. И здесь необходимо идти до конца. И здесь позиция администрации, и моя, и советы депутатов. Мы не оставим это так. На сегодняшний день решением суда наложен арест на регистрацию и переход права, а также запрет на строительные или иные работы на данном участке. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.